Бакуганы, как многие из вас уже знают, были для меня чем-то большим, нежели просто монстрами из мультфильма. Большинство из них было гораздо человечнее многих других персонажей. Но помимо того, внимание, конечно же, уделялось их уникальности, боевым навыкам и способностям. В первой части этого видео я вкратце рассказал вам о полусотне бакуганов. И сегодня у нас на очереди еще столько же. Видео будет долгим, как раз для настоящих фанатов бакугана. Поэтому заваривайте себе жасминовый чаек, устраивайтесь поудобнее, поехали. Имя. Око света. Стихия. Хаос. Пол мужской. Хотя проверить мы это не можем. Характер нордический, скрытный. Особые характеристики сможет ослепить даже космического пса. Око света с первого момента своего появления буквально ослепил всех своей уникальности. Если честно, понятия не имею, как из ДНК генезис драгоноида, на свет появилось такое существо. Но его способности действительно выделяются на фоне остальных. Свет ока может выводить соперников из игры, а также отключать их способности. Что в сочетании с грубой силой многоликовой сирены делало этого бакугана непобедимым. Око света сражалась вместе с бойцом Хаоса по имени Хулио, который также на протяжении первой половины сезона был приспешником маски и отправлял бакуганов в измерение смерти. Я уверен, что этому бакугану очки не нужны, но выглядели бы они примерно так. Имя. Этмос. Стихии. Пайрос, Хаос, Саптера и Вентус. Пол мужской. Характер птичий. Вспыльчивый. Осовые характеристики. Всю жизнь косил под Скайрес. Про Вентус Этмоса у нас есть сравнительно немного информации. Но можно точно сказать, что после появления новой Вестрой его вид стал очень распространен. Его арсенал способностей мало чем отличался от приемов пернатых бакуганов. Но по G-Сили он заметно превосходит большинство. И даже какое-то время, кстати, как и Вентус Жук, сражался бок о бок с Линком. После этих событий мы могли видеть одного из этих бакуганов на арене в Альфа-Сити. Но на этом его карьера, видимо, завершилась. Имя. Рубаноид. Стихия. Пайрос. Пол мужской. Характер кристаллический. Стойкий. Особые характеристики. Лучшая люстра для вашей спальни. Рубаноид стал одним из самых запоминающихся бакуганов третьего сезона. По большей части благодаря своей необычной внешности. Сам по себе Рубаноид полупрозрачный и с лампочкой внутри. За свою жизнь бакугану пришлось пережить смерть напарника Сида и перейти на сторону Нифи. Его уникальной способностью является кристаллическая структура тела. Благодаря которой он мог выдержать самые мощные атаки на очень близком расстоянии. Кстати, вот вам любопытный факт. Рубаноид стал первым живым бакуганом в сериале, который был нарисован с помощью компьютерной графики. Наверное, поэтому он и выжил после удара Ранота. Просто залепил дырку 3D материалом. Имя. Рыцарь. Стихии. Все. Пол мужской. Характер стойкий. Особые характеристики. Уильям, тупой рыцарь. Рыцарь или Блокада, что является косяком дубляжа, был одним из рядовых бакуганов первого сезона. Исключением стал разве что Рыцарь Акваса, которым направо и налево барыжил Маска. Аквас Блокада отличался от остальных тем, что мог вызывать огромную цунами в сочетании с другими Аквас Бакуганами. Плюс его уровень сил составляет ни много ни мало 400G, что для первого сезона очень даже. Ну и по классике жанра. Эдвард, ржавые подмышки. Имя. Сабатор. Стихия. Саптерра. Пол мужской. Характер резкий. Агрессивный. Особые характеристики. Обычная гонделианская свинка. Сабатор является одним из самых древних гонделианских бакуганов. Он и его напарник Нурзак, хоть и сражались за гонделю, были голосом разума для своих союзников. Когда император Бородиус переступил черту, именно Нурзак и Сабатор преградили ему путь. Сабатор, будучи верным напарником, все же обладал очень резким и вспыльчивым характером, который пригодился ему в решающей битве за священную сферу. Хотя каким бы грозным ни был этот бакуган, сходство с пухлей у него не отнять. Имя. Эвиор. Стихия. Саптерра. Пол мужской. Характер нордический. Резкий. Особые характеристики. Обычная гонделианская курица. Эвиор, как и его земляк Рубаноид, стал одним из самых странных и запоминающихся бакуганов третьего сезона. Он не отличался огромной силой или уникальными навыками, зато мог развеселить зрителя одним своим видом нелепой драконоподобной курицы. После изгнания предателей трона, Эвиор и его напарник Мейсон, вместе с Нурзаком и Сабатором, также присоединились к бойцам и помогли восстановить мир между двумя народами. Жаль только гонделианской говядины нету. Имя. Саурус. Стихии. Все. Пол мужской. Характер стойкий. Упрямый. Особые характеристики. Ставит рожки на всех фотографиях. Саурус, по крайней мере для меня, является самым запоминающимся бакуганом первого сезона. Его эмоциональности и внешность рецератопса выделяли Сауруса на фоне остальных гораздо больше, чем силы и способности. После нескольких путешествий в измерение смерти и обратно, все Саурусы все же вернулись домой и зажили спокойной жизнью. Я рад за этих ребят. Заслужили, пускай отдыхают. Имя. Аквемас. Он мужской. Характер резкий. Задилистый. Особой характеристики. Ходил в темных очках даже на гандели. Аквемас стал неким новым прейсом для старой публики. Очередной земноводный бакуган с задилистым характером, готовый встать за Маручу горой. Изначально ДНК Аквемаса пришло в Бакуган Интерспейс в виде кода, который Маруча успешно воспроизвел. Позже Фабия привезла оригинальную версию этого бакугана, который сопровождал Маруча до самой победы над Бородиусом. Хоть этот парень и не знал такие трюки, как прейс, он научился неплохо так расслабляться. Расслабься, чувак. Имя. Персиваль. Стихия. Даркус. Пол мужской. Характер стойкий. Выдержанный. Особые характеристики. Наклеил себе еще две головы, чтобы быть похожим на гидроноида. Персиваль бесспорно наряду с Эльфин и Гелиосом сделал весь второй сезон. Его напарники, Эйс и Бакуган Ловушка Стрекоза, которые также обладали довольно резким характером, создали для Персиваля суровый образ воина Даркуса. Уже при первом своем появлении они с Эйсом практически победили Драга и Дэна, а при выходе на арену Альфа-Сити размазали по полу Линка и Волта. После смерти древних воинов Вестрой, Персиваль эволюционировал в Миднайт Персиваля, а Стрекоза в Редфлая. Кстати, еще один любопытный факт, Персиваль частенько любил пасерфить на доске. Генезис Драгоноид. Стихия? Отсутствует. Пол мужской. Характер спокойный. Особые характеристики? Делал и Бомбей еще до появления Черной Пантеры. Генезис Драгоноид, как и Генезис Драгоноид, стал первым Бакуганом, давшим начало в Вестрой, а энергия Драгоноида создала Нифию и Ганделью. Насколько нам известно, оба Генезиса смогли сохранить свое сознание и, более того, воздействовать на реальный мир. В конце четвертого сезона Бакуган признается, что создал Драгоноида Дестройера для того, чтобы помочь Драгоноиду победить злых мектогонов. И почему так не сделал Драгоноид во время войны в его измерении, непонятно. Наверное, струсил. Имя? Аполлонир. Стихия? Пайрус. Пол мужской. Характер нордический. Стойкий. Особые характеристики? При необходимости может превращаться в столовые приборы. Аполлонир очень долгое время был главным хранителем центра Вестрой. Практически с самого ее появления и до момента распада. Помимо него, Вестрой охраняли еще пять воинов. Эксидра Даркуса, Ларс Лайон Света, Аберон Вентуса, Фрош Акваса по кличке Легуха и Саптера Клейв. Всех этих ребят впервые мы увидели, когда отчаянные бойцы попали в измерение смерти. Войны устроили им испытания и помогли отчаянным бойцам сблизиться со своими бакуганами. А последним – раскрыть свой потенциал и эволюционировать. После того, как Драго стал центром новой Вестрой, войны принялись охранять его, им же надо что-то охранять. Но когда Драго изъявил желание отделиться от центра, о чудо, у них хватило сил помочь ему, как и вызволить всех бакуганов из измерения смерти до этого. Спустя какое-то время после тех событий, Спектр захватывает Драго и обращает его к темной стороне. В ответ на это, Аполлонир объединяется с Дэном и, превратившись в вилку, спасает Драго. А уже во второй половине сезона, король Зенегилд вызывает древних воинов на бой и побеждает их при помощи кибербакугана. Перед смертью те успевают передать энергию стихии бойцам и, наконец-то, отправляются в Вальгалу. Имя – Нага. Стихия – отсутствует. Пол – мужской. Характер резкий, злобный. Особые характеристики – вместо того, чтобы ковыряться в носу, ковырялся в Драго. Нага является последним бакуганом из рода белых бакуганов – бакуганов, не имевших стихии. Нага был злым и алчным персонажем, который хотел получить в свое распоряжение силу центра Вестрой. После его попытки поглотить зону безмолвия, происходит все в точности да наоборот. Пока Нага варится в котле негативной энергии, он порождает бакуганов в смешанных стихии, первых в своем роде бакуганов-всадников апокалипсиса. Среди них Тейган, Хереди, Триклойд, Робиди, Цинториор и Друман, а также паладины – миньоны, которые сражались за Нагу в конце сезона. После того, как Нага впитал зону безмолвия, он попытался прибрать к рукам и зону бесконечности, находящуюся внутри Драго. И, кстати, если вы не понимаете, что это за центры и зоны такие, можете глянуть всю историю вселенной Бакугана. Там я рассказал об этом подробнее. Так вот, Нага практически победил Драго, но бойцы с совместными усилиями смогли одолеть злодей и отправить его ковыряться в кристаллах навечно. Имя – Бивень. Стихии – Саптерра и Хаос. Полмужской. Характер спокойный. Выдержанный. Особые характеристики. Повзрослевший мамонтенок. Бивень на протяжении первого сезона был бакуганом, сильно контрастирующим с остальными. Пожалуй, самой уникальной его способностью был знаменитый удар хоботом, который позволял Бивню атаковать противника, находящегося на соседней карте ворот. Честно, даже не представляю, насколько сильно может растянуться его хобот. Имя – Элико. Стихия – Аквас. Полмужской. Характер резкий. Стойкий. Особые характеристики. Имеет кучу шнуров от USB по всему телу. Элико поначалу был сильным и дерзким Аквас-бакуганом, который сражался бок о бок с холодной и расчетливой майлин. А также с древним бакуганом-ловушкой – трайподом Тета. Уникальная способность Элико заключается в том, что он в любой момент может использовать силу любой стихии. Но каким бы сильным он ни был, Элико стал жертвой кибернизации вексов и был выброшен своей напарницей как мусор. После того, как его спас Газграф, Элико подвергся эксперименту с запретными картами, превратившись в мистик Элико. А после победы над Зеногилдом он так и остался на службе у спектра. Имя – Ванту. Стихия – Аквас. Полмужской. Характер мягкий, непоседливый. Особые характеристики. Когда обижается, он дуется. В буквальном смысле. Ванту впервые появились в начале второго сезона и произвели неплохое такое первое впечатление. Все эти бакуганы жили в лесу и находились под защитой эльфин, так как не могли за себя постоять. Даже в форме сферы они выглядели как кролики с большой головой. Что, кстати, даже стало прообразом для отдельной линейки бакуганов Зублс, которые не сыскали особой популярности. Во второй раз Ванту появился на арене Альфа-Сити, где успешно помог Маруча проиграть, раздувшись до неконтролируемых размеров. Кстати, раз уж я затронул тему небоевых бакуганов, стоит сказать и о простом населении Новой Вестрой, а именно про Хиазаври, Джелтоне, Глозере, Вентерапторе, Мегарусе, Тускусе и Стаге. Эти ребята, не мешая никому, бороздили просторы своего нового мира, а после победы над Вексами занялись тем же самым. Имя. Роботалион. Стихии. Все. Пол мужской. Характер нордический, восьмибитный. Особой характеристике. Умеет становиться Шевроле Камара. Роботалион, как и Саурус, привлек мое внимание с первого же своего появления. Молчаливый вояка в железной банке не выделяется огромной силой, но свои пушки на грудаке он использует по назначению. Роботалион Акваса может стрелять водяными потоками, а его огненная версия выпускать пламя. Уж не знаю, что делает хаос Роботалион, но светануть кое-чем он точно может. Имя. Страйкфлайр. Стихия. Вентус. Пол мужской. Характер спокойный, стойкий. Особой характеристике. Ингрэм под прикрытием. Страйкфлайр, как и большинство Вентус-Бакуганов, имел в своем арсенале парочку классических для стихии способностей, а также вздорный характер. Этот парень вместе со своим напарником Эрзолом сражался за гонделю до последнего, и когда Дарак потихоньку стал гасить своих, Бакуган встал на защиту своего соратника Гила и был убит способностью Даркуса. Имя. Вилда. Стихия. Саптерра. Пол мужской. Характер наркотический. Резкий. Особые характеристики. Покрасил волосы в красный и думает, что Пайрус. Вилда – один из самых значимых Бакуганов для второго сезона. Его преданности может позавидовать каждый второй Бакуган. Ведь даже когда Мира была вынуждена встать на сторону Вексов, Вилда не предал ее и поддержал в трудную минуту. И, кстати, личная драма Мира и Киды закончилась во многом благодаря ему. Вилда и его ловушка Баллитон являются очень необычными представителями Саптерры, так как в арсенале Вилды, по сути, есть способность к регенерации, а Баллитон – просто из-за внешнего вида. Вилда, так же, как и все Бакуганы фронта сопротивления, эволюционировал. А после победы над Зеногилдом, он, как и его напарники, ушел на пенсию. В четвертом сезоне, при появлении Миры, его шикарных локонов мы больше не увидели. Имя – Вейв. Стихия – отсутствует. Пол – женский. Характер мягкий, покладистый. Особые характеристики – после смерти пошла работать в DreamWorks. Вейверный Драга, без преувеличения, самая заметная пара в первом сезоне. В отличие от своего брата Наги, Вейв не хотела силы и власти. Поэтому после поглощения зоны безмолвия, она пыталась утаить от Наги всю эту мощь. А помогал ей в этом Джо, создатель рейтинга бойцов Бакуган. Во время решающей битвы, Вейв жертвует собой и погибает от руки Драга, отдав последнему всю свою силу. Благодаря чему Нага был успешно повержен. Позже, в четвертом сезоне, Вейв приходил к Драгу в качестве введения, чтобы помочь ему советом. Но с Беззубиком, я думаю, повеселее будет. Имя – Сирена. Стихия – Аквас. Пол – женский. Характер нордический. Стойкий. Особые характеристики. Умеет петь, не открывая рта. Сирена на протяжении первой половины первого сезона, как и вся компания Маски, сражалась за Нагу и периодически закидывала Бакуганов в измерение смерти. Ее напарник Клаус фон Герцог в тот же промежуток времени держался на втором месте в мире после Маски. Когда последний обратился против своих помощников, Сирена также успешно полетела в измерение смерти. И никакое волшебное погружение на сей раз ее не спасло. Клаус и Сирена также приняли участие в сражении с Нагой. А после победы над Вексами, Сирена осталась жить в замке вместе со своим напарником. Причем в битве с кибербакуганом Мейлин, Сирена продемонстрировала неплохую сноровку и помогла Персиволю победить. Но несмотря на все это, больше всего меня интересует, что будет, если Сирена чихнет в этой маске. Имя – Лайнхольд. Стихия. Даркус. Пол мужской. Характер нордический. Выдержанный. Особые характеристики. Главный поставщик запретной силы для Гелиоса. Лайнхольд и его напарник Рен – гонделианцы, которым пришлось пройти сложный путь. Полный предательств, сомнений и борьбы с собой. Изначально они с Реном сражались на стороне бойцов и помогали оптимизировать и создавать Бакуган Интерспейс. Но будучи двойными агентами, предали бойцов и вернулись к Императору. По уровню своей подготовки Лайнхольд не уступал драга, но имел в рукаве один козырь – запретную силу, которая досталась ему от предков. Когда Рен все-таки решил вступиться за своих новых друзей, Бакуган использовал всю эту мощь, тем самым победив значительную часть армии Гондели. После победы над Императором, Лайнхольд и ранее упомянутый именой Сабатор стали почетными воинами Гондели и помогли своим напарникам восстановить согласие в двух мирах. Имя – Лазер. Стихия – Даркус. Пол мужской. Характер сдержанный. Стойкий. Особые характеристики. Ладно, этот походу за Десептиконов. Лазер, несмотря на небольшие габариты, был очень сильным Бакуганом первого сезона. Его уникальная способность, подобная карте Бивня, позволяла стрелять в соперников на соседней карте Ворот. Маска эксплуатировал его в связке с Гидроноидом, и когда последнему понадобилось получить прибавку к мощи, злодин не пожалел лазера, и тот полетел в трубу. Дальнейшая судьба этого Бакугана нам, к сожалению, неизвестна, но, надеюсь, он прижился в Вестрое. Имя – Драгоноид Колоссус. Стихия – Пайрос. Пол мужской. Характер вспыльчивый. Стойкий. Особые характеристики. Единственный из Бакуганов, которого можно было оседлать. Драгоноид Колоссус с момента появления Священной Сферы исполнял роль ее защитника. Впервые мы увидели его, когда Дарак первый раз посигнул на энергию Сферы. Когда Лайнхольд высвободил запретную силу впервые, Колоссус потушил его, как спичку. Что говорит об огромной силе древнего Бакугана, которая должна равняться нескольким тысячам джи. В древних текстах говорится, что Колоссусы могут победить только два дракона – Драгоноид и Даракноид. Когда гигант предоставил Драга и Дену эту возможность, они, к счастью, ее не упустили. Тем самым, Драга удалось снова эволюционировать, а Колоссусу присоединиться к бойцам. В решающей схватке за сферу, Колоссус был ослеплен и убит уже Фантом Дараком, но минут через 20 был отомщен Драгон. Имя – Немус. Стихия – Хаос. Пол мужской. Характер нардический. Стойкий. Особые характеристики. Любит играть в пирамидку. Признаться честно, Немус и Берн из второго сезона – мои любимчики. После Спектра и Гелиуса, разумеется. Все диалоги между ними сами по себе развлечения. Местами неуверенный и глуповатый Берн в связке с невозмутимым Немусом, который до конца верит в своего напарника, выдавали очень высокий уровень боя. До появления бойцов в новой Вестрой, Немус и Персиваль были главной силой фронта сопротивления. И последним звоночком для Драга стала потеря Бернам Тигреры. Именно тогда он отделился от центра Вестрой. Немус также сражался бок о бок с Пирсианом – кирпично-щитовым ловушкой. От древних воинов он также получил силу Хаоса, также успешно ее потерял и помог победить Зеногилда. Имя – Абис Омега, стихия – Аквас. Пол мужской, характер гибкий, агрессивный, особой характеристики может проиграть, завязавшись в узел. Абис Омега, как и Элика, какое-то время сражался в команде Майлин. Единственный его поединок, который мы увидели – это бой против Маруча и Эльфин, где он показал весьма неплохие результаты. Его уникальная способность – это сухой мир, который высушивает местность и запрещает противнику активировать способности Акваса. Но в сражении с Эльфин, который может менять стихию, это не особо помогло. Имя – Фосфос, стихия – Аквас. Пол мужской, характер агрессивный, резкий, особые характеристики, свободное время любят отращивать головы. Ганделянский Бакуган, о котором пойдет речь – Аквас Фосфос, также срисован с Гидры. Уж не знаю почему, но в каждом сезоне присутствует Бакуган, у которого голов больше, чем у кого-то волос. Его напарница Лена Айсис, как и Сид с Рубаноидом, сражались с бойцами в Бакуган Интерспейс, а позже присоединились к Нифе и помогли закончить войну. Я понимаю, что головы у Бакуганов отрастают с эволюцией, но тут достаточно всего лишь доспехов – 7 голов. Также вкратце скажу об оставшихся Бакуганах-ганделянцев, ибо очень уж их много развелось. Пайрос Кракикс, который сражался вместе с Гиллом. Казарина с Хаос Лумаграулом, который, кстати, стал единственным из Бакуганов-антагонистов, который не погиб и не принял сторону бойцов. Аквас Лефириус и его боец Стойка, а также еще два протеже – Джейси Глинн с его Вентус Плифионом и Зенет с Хаос Контестером. У всех этих вояк печальная судьба, хоть и не все из них были убиты. После победы над Дараком и Императором, все ученики-правители Ганделей во главе с Нурзаком перешли на сторону Добра и помогли восстановить Нифе. Теперь, как я и обещал в первой части, немного поговорим о кибербакуганах Вексов. После того, как у профессора Клея удачно получилось создать первого кибербакугана Алтеера, Зенегилд решил воплотить план по уничтожению всех живых бакуганов. Для этого ему, естественно, необходимо было заменить своих на киберверсии. И первый на очереди Саптера Драоид, который откликался, походу, только на голос своего хозяина, потому что противнее звучит только скрежет по доске. Принц Хайдрон при помощи этого самурая отправил на тот свет двух своих бывших соратников, победив их кибербакуганов. Его способность «Меч Мурасами» позволяла ему использовать способности других стихий, а также блокировать соперников. Первыми от него отхватили Линк и Элутс, а позже Волт и его хаос Борейтс также канули в небытие. Борейтс, также являясь кибербакуганом, стал заменой Бронтису, бывшему бакугану Волта. Уже доупров напарником стал кибергидроноид Хейдос и Ловушка Паук. Сам король Зенегел вооружился фарбросом, который смог победить древних воинов и возглавить альтернативное оружие. А Майлин сражалась с Макьюбосом, пожалуй, самым эффектным из кибербакуганов. Имя – Анджела и Диабло. Стихии – Пайрос и Хаос. Пол мужской, хоть и без доказательств. Характер вспыльчивый и покладистый. Особые характеристики, когда тошнит, их выворачивает наизнанку. Анджела и Диабло стали первой и единственной эволюцией Прейса, причем даже самый необычный за сезон. И да, я все-таки решил выделить их в отдельную категорию, так как это все же отдельный бакуган. Анджела и Диабло были бакуганами Хаоса и Пайроса, соответственно. Это необычное сочетание позволяло Маруча при помощи Прейса и любого аквас-бакугана делать очень мощные связки из трех стихий. Только вот, к сожалению, на цунами покататься уже не выйдет. Имя – Богомол. Стихии – Пайрос, Даркус и Хаос. Пол мужской. Характер резкий, вспыльчивый. Особые характеристики – единственные самцы Богомола, которым не откусывают голову. Богомол стал, пожалуй, самым заметным из миньонов первого сезона. По большей части благодаря большим и жалобным глазам. Но арсенал у него тоже не слабый. Его способность марионетка позволяла бойцу спокойно вывести любого бакугана из игры. Богомол переносил противника или союзника на другую карту ворот, которая, к примеру, оказывалась разумом призраков. Таким образом, даже гидроноид, каким бы сильным он ни был, окажется в пролете. В общем, поодобряет. Ты кто такой, а? Чё ты можешь-то? Ты никто, понял? Имя – Аэроган. Стихия – Хаос. Пол мужской. Характер резкий, непоседливый. Особые характеристики – только он может прыгнуть выше мечей, скинутых с пятого этажа. Аэроган – это один из скайрейдеров четвертого сезона. И этот бакуган действительно использовал свой навык по назначению. Будучи учеником тигреры, он мог прыгать на много сотен метров вверх, что позволяло ему атаковать соперника с неожиданной стороны. Этот бакуган фигурирует в одной лишь серии, где находит руна, которая соскучилась по боям бакуган, становится ее временным напарником и побеждает бакуганов-мудреца, запрыгнув в центр смерчи сверху. Битва битвой, но паркур – дело святое. Имя – Бронтис. Стихия – Хаос. Пол мужской. Характер безумный, резкий. Особые характеристики – пеннивайз в мире бакуганов. Бронтис – самый криповый бакуган второго сезона, не считая драга под веществами. Почти все его способности писались через слово «безумие», за исключением той самой косы Даркуса, которую Волт так любил применять. Также этот бакуган мог объединяться со своей ловушкой Динамо, превращаясь в паукообразного клоуна. После того, как Майлин выбросила их с Элика с корабля, бакуганов подобрал Газграф, и напичканные запретной силой те эволюционировали. Позже Волт, который все это время винил себя в потере друга, попытался отбить у Газа своего бывшего напарника, но потерпел поражение, а затем, так же, как и Линк, был уничтожен Хайдроном. Да, у этих ребяток грустная судьба, ничего не скажешь. Имя – Джаггерноид. Стихии – Аквас, Саптера, Хаус и Пайрос. Пол мужской. Характер стойкий, выдержанный. Особые характеристики – пятая секретная черепашка. Джаггерноид, вроде бы ничем не выделяющийся из толпы, стал центральным персонажем одной серии первого сезона, где Элис учила бойца Кристофера играть в бакуган. Сами джаггерноиды, хоть и неповоротливы, достаточно сильные противники, особенно в стихии Аквас. Чтобы не зацикливаться на рядовых бакуганах первого сезона, предлагаю быстро пробежаться по остальным. Мотылек, Ворон и Сокол встречались в стихиях Пайроса, Хауса и Вентуса и использовались бойцами для быстрых лобовых атак. Горгоноиды были кем-то вроде диких обитателей Вестрой и делились только на Пайрос и Даркус. С Крифоном же было попроще – Пайрос, Аквас и Хаус. Синдипоид и Воин делились на Пайрос, Хаус и Даркус. Жалые гремучие змея, которых так любили применять воины Саптеры, подразделялись на Огонь, Землю и Свет. Боевой червь и Оборотень, Саптерра, Хаус и Даркус. Все эти бакуганы, безусловно, заслуживают уважения, так как без них первый сезон не вышел бы таким крутым. Но есть один тип покрупнее. Имя – Гарем. Стихия – Саптерра. Полмужской. Характер нордический, стойкий, особой характеристики сбежал с шахматной доски – ладья. Гарем на протяжении первого сезона, а затем и во втором, был напарником Джули. И сразу стоит отметить, что это один из самых больших бакуганов, показанных нам в сериале. Гарем был настолько мощным, что мог спокойно отражать способности противника, даже если его сила была меньше. После испытания от древних воинов, победив Клейфа, Гарем эволюционировал, потеряв свой знаменитый щит. Зато он стал еще больше и получил в распоряжение двусторонний молот, который на протяжении сериала куда только не швырял. После победы над Нагой он также вернулся в Вестрою, но все-таки периодически продолжил навещать Джули. Имя – Кордом. Стихия – Саптерра. Пол мужской. Характер нордический, стойкий. Особой характеристики. Сбежал с шахматной доски. Пешка. Кордом был верным напарником Джейка на протяжении всего третьего сезона. Эти ребята как будто были срисованы с Немуса и Берона, потому что во многом на них похожи. Серьезно. Оба бойца также эмоциональные, а оба бакугана такие же строгие и расчетливые. Ну, разве что Берона с Немусом не похищали и не гипнотизировали. Имя – Аронот. Стихия – Хаос. Пол мужской. Характер стойкий, выдержанный. Особой характеристики – Серебряный рейнджер. Аронот, так же как и Кордом, был рыцарем Нифии и находился на службе у принцессы Фабии. Этот бакуган, пожалуй, один из самых принципиальных в сериале и готов служить трону до последнего вздоха. Его главная особенность – его боевой механизм краша, после близкого выстрела которого выжить могли лишь единицы, такие как Рубаноид, например. У этого бакугана очень грустная история. Когда-то он служил вместе с командиром армии Нифии Джином, но после боя с Казариной и Лума Граулом тот был убит, а Аронот попал в плен и подвергся бесчисленным пыткам. Фабия, которая по совместительству была невестой Джина, пробралась во дворец и спасла Аронота. Чтобы не делать принцессе больно, тот притворился, что потерял память. После такого даже у меня язык не повернется назвать третий сезон плохим. Тут уж решать вам. Имя – Гипердрагоноид. Стихия – Пайрос. Пол мужской. Характер резкий. Агрессивный. Особые характеристики. Однажды забыл рога в автобусе. Гипердрагоноид засветился в сериале лишь однажды, на стороне Спектра. Его уникальная способность в том, что он может создавать своих клонов прямо на поле боя. Звездные войны тут отдыхают, и только у Хайлоша, ловушки Ингрома, получилось склеить этих ребят обратно. Имя – Волкан. Стихия – Саптерра. Пол мужской. Характер стойкий, вспыльчивый. Особые характеристики. Носит броню не для устрашения, а потому что лысеет. Волкан – верный Бакуган Гасса. Как и Гелиос, готовый идти на все ради обладания силой. Особенно свои данные он проявил при первой битве с Драго, когда во всю раскидывался руками и с помощью своей ловушки Гексадоса размазал Драго и Дэна по земле. Кстати, этот Бакуган – единственный, кто полностью смог сохранить сознание после экспериментов Гасса. А когда последний попал в тюрьму, Волкан помог ему выбраться и чуть было не погиб. Также эти парни сражались с Бакуганами Хаоса в четвертом сезоне и помогли победить Мектоганов. Также стоит сказать про девятку Бакуганов зла, вернее десятку, так как в их главе раньше стоял Фьюри. Этих ребят когда-то сослал в измерение сам Генезис Драгоноид. Впрочем, их историю я рассказал в хронологии Бакуган, поэтому скажу о способностях. Большинство из них, к примеру, Стронг и Баллиста, могли создавать Баку-комбо, тем самым удваивая свою силу. А также среди них были Скайрейдеры, по типу Петодрона. В итоге мультсериалы девятка обратилась к светлой стороне и помогла бойцам победить четырех Мектоганов, за что каждый из девяти Бакуганов поплатился жизнью. Имя Болдерон и Вольфьюрио Стихии Саптерра и Хаос Пол мужской Характер нордический Стойкий Особые характеристики Победа в номинации Самые ненужные Бакуганы Болдерон и Вольфьюрио также были Бакуганами четвертого сезона. Их напарниками стали Нефианец Рейв и Гонделианка Пейдж. По моему мнению, персонажи очень проходные и не вызывают интереса, как собственные их способности. Поэтому идем дальше. Имя Орфей Стихия Вентус Пол женский Характер резкий, задиристый Особые характеристики считала Скайрос Бабулей. Орфей была напарницей комбо на протяжении всего первого сезона. Несмотря на свой небольшой размер, она могла дать фору многим гигантам по типу воина или рыцаря. Орфей была одной из самых эмоциональных Бакуганов, поэтому смотреть на то, как ее побеждает Маска, было крайне тяжело. После возвращения из измерения смерти, Орфей помогла комбо прогнать нагу в мир иной. И кстати, это единственный Бакуган, который когда-либо обозвал Скайрос. Да еще и как обозвал. Имя Скайрос Стихия Вентус Пол женский Характер нардический, выдержанный Особые характеристики не считала себя Бабулей История Скайроса и Шуна действительно заслуживает внимания. Все их бои, все поражения трогают до глубины души. Мне, как и многим из вас, было приятно просто наблюдать за их жизненными беседами на крыше дома. Скайрос буквально воспитывал Шуна, причем долгое время. К концу сезона авторы нагнали такой драмой, что было больно смотреть на их расставание. А во втором сезоне Шуна уже представляют как самодостаточного человека, которому больше не требуется эмоциональная поддержка. Поэтому Скайрос покидает его, полностью передав его жизнь в его руки, и отправляется на заслуженную пенсию. Имя Тейлин. Тейлин. Стихия. Вентус. Пол мужской. Характер нордический. Стойкий. Особые характеристики. Хью Джекман в костюме. Тейлин, пожалуй, самый серьезный из напарников Шуна. Он, хоть и удивлял внешним видом и проворностью, был довольно скучным персонажем. В отличие от того же Джакара, которого нам успели раскрыть в большей мере. В общем, лично для меня этот Бакуган тоже пролетает. Можете написать в комментариях свое мнение о первой половине четвертого сезона. Мне будет интересно почитать. Ну и когда мы наконец покончили с этим четвертым сезоном, давайте перейдем к самому сладкому. Имя Вериас. Стихии. Саптера и хаос. Пол мужской. Характер резкий. Задиристый. Особые характеристики. Рафики до того, как стал известным. Вериас, как и эльфин, буквально оживил второй сезон с первого момента появления. Я уверен, что после суровых Саурусов и Матрисов мало кто ожидал увидеть говорящую обезьяну. Да даже вы вряд ли сейчас ожидали увидеть здесь Вериаса. По способностям он мало чем отличается от того же оборотня, но характер просто шикарен. Имя Максус Гелиос. Стихии. Все. Пол. Руки. Характер управляемый. Особые характеристики. Заставляет Гелиоса бегать на четвереньках. Максус Гелиос собран из киберловушек, созданных клеем для вексов. Экзоскелет состоит из Фоксбота, Клаугара, Скраппера, Спинла, Лифрама и Фенсера, которые вместе дают Гелиосу силу в 3700G и позволяют управлять всеми стихиями. Прибавить сюда максимализм спектра и жажду силы Гелиоса и получится идеальная машина для убийств, что мы и увидели в сериале. Имя Максус Драго. Все. Пол. Ноги. Характер управляемый. Особые характеристики. В отличие от Гелиоса, хотя бы прямоходящий. Максус Драгоноид имел ту же силу и способности, что и Максус Гелиос, разве что его ловушки не были шарообразной формы. А звали их Брачиум, Графиас, Даркхаунд, Спайтером, Гаракс Хаунд и Спайдер Фенсер. Язык сломаешь. В отличие от Гелиоса, Драго наотрез отказывался надевать эту броню. Но обстоятельства заставили его поменять свои взгляды. Ну и да, наконец-то мы дошли до Драго. Тут стоит признать, что этому доброму и принципиальному дракоше не всегда удавалось тащить франшизу на себе. Но все-таки стоит признать, что без Дена и Драго Бакуган не был бы таким, каким мы его знаем. Из способности Драго можно выделить разве что легендарного Пылающего Дракона, так как всех его карт тут и не перечесть. Как и Эволюция, о каждой из которых подробнее я рассказывал в истории вселенной Бакуган. Но вкратце все происходило так. Драго не может победить злодея, Драго эволюционирует, побеждает, затем появляется более сильный злодей и так до бесконечности. Буквально. Но как бы то ни было, к концу мультсериала ты настолько привязываешься к этим героям, что отпускать их становится тяжело. Не думал, что скажу это, но ситуация тут ровно такая же как в Бентене и Аватаре. Многие из нас вынесли для себя урок из дружбы Дена и Драго, поэтому я спокойно готов простить авторам косяки третьего и четвертого сезонов. Хотя бы просто за то, что они подарили нам столь шикарного персонажа. Вы не поверите, но позади уже больше 120 бакуганов. Конечно многие были упомянуты вскользь и не о всех можно рассказать подробно, но это действительно рекордное число для этой рубрики, и я хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы преодолели этот рубеж со мной. Впереди у нас много интересных роликов по Бентену, Гравити Фолз, Кубиду, Кунфу Панди и многим другим мультам. Так что если вам нравятся это и другие рубрики, поддерживайте этот ролик лайком и подпиской, пишите свое мнение в комментариях, а также зацените новый выпуск Грехов, который вышел очень даже уютным. Всем спасибо за просмотр, будьте как лист, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok